каждый день в каждой ситуации вам не нужно высчитывать что-то вам не нужно узнавать позицию мнение всех остальных вокруг вас вам нужно одно вам нужно услышать от бога с чем бы вы ни сталкивались с богом всегда есть надежда присоединяйтесь сегодня на передачи победоносный голос верующего от нашему гостю кейту муру для ободряющего послания о том как вера все изменяет здравствуйте добро пожаловать на передачу победоносный голос верующего я кейт мур и рад снова быть сегодня с вами брат кеннет и миссис глория копленд любезно предоставили мне возможность приехать и учить на тему которая мне так нравится на тему веры я верю что она угождает богу я верю что она также является одной из его любимых тем бог требует от нас веру именно через веру мы принимаем спасение именно верой мы угождаем ему в каждой сфере чем бы вы сегодня не сталкивались реагировать и отвечать на это нужно вере будь это вопрос взаимоотношений кто-то рассердил и расстроил вас не становитесь подавленными не становитесь негативными будьте позитивными в отношении этого имейте веру что бог поможет вам и что он покажет вам что делать если это какая-то физическая проблема не унывайте из-за этого не отчаивайтесь не становитесь негативными не говорите ну почему все это происходит со мной нет нет это неверие не делайте этого отвечайте реагируйте позитивно с верой даже несмотря на то что вы не имеете ни малейшего представления как вы сможете из этого выбраться как вы сможете это исправить у бога она есть бог больше чем достаточно и и поэтому если вы просто начнете говорить возможно я не знаю как но я знаю следующие бог верен он мне покажет он мне поможет я выбираюсь из этого я все преодолеваю он всегда дает мне торжествовать чем бы вы ни столкнулись вера является правильной реакцией и вы находитесь в правильном месте чтобы напитать сегодня свою веру поэтому давайте помолимся возьмите свою библию свой конспект и мы сегодня обратимся к слову божьему и здесь у нас есть пища для веры пища для духа которая может напитать нас приободрить нас сегодня отец мы все здесь перед тобой наши глаза устремлены на тебя мы надеемся на тебя ты являешься авторами завершителем нашей веры ты наш источник обеспечения для всего хорошего мы просим тебя укрепляй нас силой духом твоим в нашем внутреннем человеке оживляй нас и наполняй нас жизнью мы просим мудрости водительства истины которая делает нас свободными во имя иисуса аминь аминь скажите вслух я получаю сегодня ответы я получаю сегодня помощь дух божий служит мне аминь давайте сегодня снова обратимся к 23 и 24 стихам 11 главы евангелия от марка иисус ответил и сказал имейте веру божью ибо истинно говорю вам если кто это работает для каждого скажет горесей поднимись и ввергнись в море и не усомниться в сердце своем но поверит что сбудется по словам его будет ему что не скажет разве это не звучит для вас хорошо будет ему что не скажет просто задумайтесь над этим что если бы вы сказали мое тело будет здоровым и сильным и я буду жить долго и иметь хорошее здоровье все дни моей жизни что если бы вы это сказали не усомнились своем сердце но поверили что сбудется по словам вашим иисус сказал что вы бы имели то что вы сказали что если бы вы сказали я рассчитываю со всеми долгами я выбираюсь из трудностей и я всегда и во всем имею всякое довольство я буду жить в избытке и у меня будет избыток чтобы давать я буду благословением для многих и вы не усомнились своем сердце но поверили что сбудется по словам вашим это правда то что сказал иисус что будет вам что не скажете вложите это в свой дух это приведет вас в восторг и вы перестанете просто что-то говорить вы начнете использовать свои слова как инструменты вы начнете внимательно и аккуратно использовать свои слова знаете я спрашиваю себя время от времени что если бы все что вышло из моих уст исполнилось что если бы все слова которые сошли с моих уст произошли именно таков бог именно так он действует все что выходит из его уст происходит она не может не исполниться и является вечным и каждое слово которое он говорит является совершенным кто-то скажет да но он бог брат кейт я знаю но мы призваны поступать подобно ему нам сказано чтобы мы подражали богу как чадо возлюбленные именно поэтому он говорит нам что нам придется давать отчет за каждое праздное слово потому что нам дана способность верить во что-то в своем сердце говорить это своими устами и влиять на происходящее в этом мире но не происходит просто все что вы говорите а только что что вы говорите не сомневайтесь своем сердце но верите что то что вы говорите исполняется только это как он сказал мы с вами будем иметь и опять таки позвольте мне напомнить вам что значит сомневаться сомневаться значит стоять на распутье иметь два мнения мы ясно увидели это на примере петра когда он смотрел на иисуса он думал о том что сказал ему иисус об этом слове иди но затем он начал смотреть на вторую вещь он начал смотреть на что-то еще он начал смотреть на ветер и волны и он начал колебаться проявлять нерешительность он начал сомневаться и он начал тонуть и иисус Иисус сказал, «Зачем ты усомнился? Зачем ты начал колебаться и быть человеком с двоящимися мыслями?» Вы должны держаться одного. Мы говорили о Марфе и Марии. Это то, что сказал ей Иисус. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Давайте поговорим сегодня о чем-то. Мы смотрели на Авраама и на то, каким замечательным примером он является. Но знаете, я думаю, что иногда люди забывают, что он не всегда был таким. Авраам упоминается в 11 главе «Послание к евреям», в Великой главе веры, равно как и Сара. Но знаете ли вы, что были времена, когда они сомневались, когда они колебались? И если они колебались, но позже стали твёрдыми, непоколебимыми и оказались в 11 главе «Послание к евреям», главе веры, это хорошая новость для нас с вами. Даже несмотря на то, что вы, возможно, колебались, проявляли нерешительность, теперь это в прошлом, вы можете измениться. Даже несмотря на то, что вы, возможно, были нетвёрдыми, как вода, и даже несмотря на то, что вы, возможно, были одним из тех, кто больше всех сомневается и колеблется, вы можете измениться и стать одним из наиболее твёрдых людей. Знаете, что произошло с Авраамом? В 15 главе Бытия Господь проговорил к нему и показал ему звёзды на небе и говорил о песке морском, сказав, «Вот сколько будет у тебя детей или потомков». И Библия говорит, что Авраам поверил Богу. И в 17 главе Господь говорит ему, что Сарра родит ему ребёнка. И Сара была бесплодна ещё в молодости. И это казалось Аврааму просто чем-то неправдоподобным. Когда Бог сказал ему это, в Бытие 17,17, Авраам пал на лицо своё и рассмеялся. Итак, увидьте это. Авраам смеётся над Господом, и это не потому, что Господь сказал ему какую-то шутку или анекдот. Он смеётся над тем, что он ему сказал, поскольку считает это смешным, считает это неправдоподобным. Он сказал сам в себе, «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу, «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». Это не очень хорошо. Господь говорит вам. Он говорит вам, что что-то произойдёт. И Библия говорит, что Авраам сказал это сам в себе. Вы знали, что Бог слышит, что вы говорите сами в себе, даже если это не вышло из ваших уст? Вы знали, что вы можете молиться про себя? Вы можете разговаривать с Господом про себя, а не вслух. Вам следует делать это и так, и так. Но Господь слышит, что вы говорите внутри себя. И Библия говорит, что Авраам сказал это сам в себе. Но Бог записал это, как сказано им вслух. «Неужели от столетнего будет сын?» Это Авраам, великий отец веры. Пока оно на то не похоже. «И Сара, 90-летняя, неужели родит?» И затем он открывает свои уста, говоря Богу, «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». Другими словами он говорит, «Не знаю, как насчёт этого, пусть хотя бы Измаил будет жив пред лицом твоим». И Библия говорит о том, что Господь перестал говорить с ним. Это оскорбило его. Но Авраам был тем, как мы читали на прошлой передаче, «Кто не помышлял о своём теле». Здесь он явно помышляет о нём. Мы читали, что он не помышлял о том, что утроба Сарина была в омертвении. Здесь он помышлял об этом. Друзья, есть надежда для всех нас, кто колебался и сомневался. Даже если вы, возможно, ужасно колебались и сомневались и плохо отвечали на Слово и наставления Господа. Что-то произошло потом с Авраамом. Полагаю, что когда Господь отошёл от него таким образом, и присутствие Господня просто ушло, когда он это сказал, Авраам, возможно, начал думать, «Мне не следовало этого говорить. Я забыл, с кем я разговаривал. Господь что-то мне сказал». И, конечно же, он может это сделать. И он начал размышлять над этим, и он решил, «Мне незачем помышлять о моём теле. Мне незачем помышлять о теле Сары. Если Бог это сказал, он больше, чем способен сделать это». И Авраам изменился. Вы видите это? Он изменился и стал вполне уверен. И он перестал помышлять о своём теле и теле Сары. Знаете, Сара сделала то же самое в 18 главе Бытия, когда Ангел Господень пришёл, послужил им и поговорил с ними, и он сказал, что через такое-то время у Сары будет ребёнок. И Библия говорит в Бытии, 18-15, «Сара же рассмеялась». Это чуть раньше, в 18 главе. Она внутренне рассмеялась, что она такая старая зачнёт и родит ребёнка. И Господь услышал её, то, что она сказала в своём сердце, и сказал, «Почему ты рассмеялась?» Она ответила, «Я не смеялась». Она могла думать, что так и было, потому что она не рассмеялась вслух, но Господь слышит, что вы говорите внутри себя, в своём сердце. И Сара сказала, «Я не смеялась». И он сказал, «Нет, ты рассмеялась». И почему? Откройте вместе со мной 11 главу послания к евреям. Увидьте это потрясающее утверждение. Такое впечатление, что речь идёт о двух разных людях, но это один и тот же человек. Послание к евреям, 11 глава. Послушайте 11 стих. Евреям 11, 11. Здесь написано, «Верою, верою и сама Сара». Итак, это не Сара плюс Авраам. У Сары есть её собственный стих в 11 главе послания к евреям. «В этой галерее славы веры». И сама Сара получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен, что верен обещавший. Это говорит вам о том, как она выбралась из этой стадии сомнения и смеха. Знаете, многие верующие используют эти слова «невероятно», «фантастически». И для нас это не лучшие слова. Слово «невероятно» дословно означает «слишком необычно» или «слишком неправдоподобно», чтобы этому верить. То, во что нельзя поверить. Что-то невозможное. Вот определение слова «невероятное». Мы верующие. Мы не верим, что для Бога есть что-то невозможное. Мы не верим, что для Бога есть что-то слишком трудное. И люди используют слово «фантастически». Нет, «фантастически» означает «нереальный», «фиктивный», «основанный на фантазии». По определению «фантастически» это «неправдоподобный». И понимаете, вот как отвечали Авраам и Сара в разные времена, когда Господь говорил им, что он собирался через них сделать. Они смеялись. Они считали, что это было чем-то невероятным, чем-то слишком удивительным, чтобы в это верить. И они смеялись над словом от Господа. Они сомневались. Но сама Сара в 11 главе послания к евреям должно быть вскоре после этого она перестала смеяться. Знаете, когда Господь указал ей на это, я уверен, это сидело в ней весь оставшийся день и всю ночь. И, вероятно, она не так рано уснула в тот вечер, и она лежала и думала, «Мне не следовало этого делать. Мне не следовало смеяться на тем, что сказал мне Господь. Он был так благ к нам, Он совершил для нас так много чудес. Если Он говорит, что Я могу родить ребёнка, то Он знает, и Он силён это сделать». И она перестала помышлять и принимать во внимание, что скажут все остальные. Она перестала принимать во внимание историю рождения детей с женщинами в преклонном возрасте, а также статистику, цифры и тесты. Много что можно принимать во внимание. Библия говорит, что в мире есть много голосов, слов, и ни одного из них нет без значения. То есть все они что-то говорят. Но вам не стоит слышать все голоса, чтобы вы могли быть осведомлёнными и хорошо подкованными. Знаете, люди гордятся тем, что знают столько, сколько только возможно знать. В этой жизни вы никогда не узнаете всего. Есть много всего, чего вам не нужно знать. Есть много всего, и вы были бы в куда намного лучшем состоянии, если бы никогда не считали этого, если бы никогда не видели этого, если бы никогда не слышали этого. Есть познание добра и есть познание зла, и нам с вами не нужно ещё какого-то познания зла. Нам нужно избавляться от того, что у нас есть. Поэтому будьте аккуратными со всем этим. Я буду хорошо в этом подкован. Верующие говорили мне, что они брали все эти книги по колдовству, все эти книги по мистике, все эти книги по разным другим вещам, и они хотели прочитать их, чтобы узнать, как разбираться со всем этим. Нет, будьте аккуратными. Вы можете открыть свой дух для вещей, которые вам не нужны. Внутри вас есть Дух Святой. Он будет направлять вас. Он будет направлять вас к тем книгам, которые вам следует читать. Он будет направлять вас к тем вещам, которые вам следует изучать. А все остальное, просто не трогайте это. Не забивайте этим свой разум. Это вам очень поможет. Это убережет вас от многих неприятностей, если вы не будете уклоняться от простоты, которая во Христе. Если вы не будете человеком с двоящимися мыслями, если ваше око будет чисто, одно — все ваше тело будет наполнено светом, — говорит Библия. Вы понимаете это? Вас это возгревает? Это куда намного лучше и приносит больше душевного спокойствия не распыляться и не растрачивать впустую свою силу и ресурсы на то, что не только не приносит пользы, но и навредит вам. И многое из этого просто порождается гордостью. Людям хочется похвастаться тем, как много у них знаний и какие они сведущие. Один мой знакомый, он учился в одной семинарии, а я учился в другом месте. И у него были некоторые курсы лекций, которых не было у меня. И я хотел спросить его о них. И он сказал, ну... Речь шла о конкретной теме. Я спросил, во что ты здесь веришь? Он сказал, ну, у доктора такого-то и такого-то на этот счёт такая позиция. И он 15 минут мне её объяснял. А вот доктор такой-то и такой-то считает так. И это была совершенно противоположная позиция. А вот доктор такой-то и такой-то... И он привёл мне третье мнение. И так он изложил мне порядка пяти позиций. И все они противоречили друг другу. И я спросил, хорошо, а во что веришь ты? Он ответил, ну, я вижу кое-что стоящее в первой позиции доктора такого-то, но я также вижу стоящее, и проблема в том, что они противоречили друг другу. Если одно было правильным, то второе не могло быть правильным. И он продолжал говорить о том, что он видел стоящее во всех этих, понимаете? И я про себя подумал. Надеюсь, что в ближайшем будущем тебе не придётся стоять в вере в этой сфере, потому что ты не знаешь, во что ты веришь. Вы должны утвердиться в чём-то одном хорошем. Помните, что Иисус сказал Марфе? Он сказал, ты беспокоишься, заботишься и суетишься о многом. А Мария избрала... Извините, я движусь слишком быстро. Там сказано, одно только нужно. Одно. И Мария избрала это одно благое, и оно не отнимется у неё. Скажите вслух. Одно. Одно. Понимаете, не усложняйте это. Каждый день, в каждой ситуации, вам не нужно высчитывать что-то. Вам не нужно узнавать представление, позицию, мнение всех остальных вокруг вас. Вам нужно одно. Вам нужно услышать от Бога. И как только вы услышали от Него, помните, что так приходит вера. Вера приходит от слышания, а слышание от вспомазанного слова. Как только вы услышали от Господа, я продолжаю думать о том, что так много раз говорили Коупленды. Одно слово от Господа. Одно слово от Бога. В вашей ситуации, я мог бы сделать то, я мог бы сделать это, что если бы я сделал то, что если бы я сделал это. Да, вы могли сделать тысячу и одну вещь, но правильно является только одна вещь. Вы могли бы прислушаться ко мнению всех и их братьев, но важно только одно, что говорит Господь. Поэтому ищите этого. Не пытайтесь просто быть хорошо подкованными. Ищите Его Слово, Его направление. И когда вы Его получаете, всё. Не помышляйте и не принимайте во внимание что-либо ещё. Как только вы услышали от Господа, откажитесь быть движимыми и принимать во внимание что-либо другое. И тогда вы не будете колебаться. И тогда вы не будете и сомневаться, проявлять нерешительность. Это так сильно вам поможет. Всё станет для нас намного легче. Помните Сару? Она рассмеялась, Авраам рассмеялся. Они посчитали это смешным. Но они не вечно считали это смешным. Они покаялись. Они изменились. И позже стали настолько сильными и таким примером веры, что каждый из них отдельно упоминается в Библии, в этой великой 11 главе послания к евреям. Вы знали, что книга «Деяний» всё ещё пишется? Да, книга «Деяний» — это деяние Духа Святого и Господа Иисуса через церковь. Мы с вами являемся церковью. Бог по-прежнему действует и движется через церковь. И мы с вами в будущем можем попасть в записи галереи славы веры. Даже несмотря на то, что вы, возможно, были одним из тех, кто больше всех сомневался и колебался, как Авраам и Сара, вы можете перестать смеяться, вы можете стать уверенными в ваших глазах и в вашем сердце. У вас может быть это одно, и вы можете быть человеком веры. «Скажите вслух, я человек веры. Я верующий, а не сомневающийся. Аллилуйя! И так и есть во имя Иисуса». Не уходите. Мы вернёмся через минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Слава Богу! Наша вера возрастает, и мы удаляем сомнения. Вы можете чувствовать это в своём духе? Если вы смотрите сегодня эту передачу, и у вас были сомнения насчёт Бога, насчёт верности, я надеюсь, что это изменилось, и что вы знаете, что Бог работает с вами, и что Он реален, и что есть спасение. И я хочу помолиться сейчас с вами. Всё, что вы должны сделать, — это открыть своё сердце, верить и принимать, и вы можете знать, что вы знаете, что вы спасены. Вы помолитесь со мной сегодня этой молитвой. Скажите вслух, «Бог, Отец, я верю в Тебя. Я верю в Твоего Сына Иисуса, что Он умер на кресте, что Он заплатил полную цену за все мои грехи, за каждый провал, за каждую ошибку. Я верю, что Ты воскресил Его из мёртвых, что Он жив сейчас, Царь царей и Господь господствующих. Иисус, я исповедую Тебя, как моего Господа и Спасителя. Спасибо Тебе за то, что Ты спас меня. Спасибо Тебе за то, что Ты омыл меня. С Твоей помощью я буду служить Тебе во все мои дни». Аллилуйя! Вы помолились этой молитвой? Вы сделали это вполне осознанно? Тогда вы спасены, и вы знаете, что в вас сейчас что-то происходит. Миссия Кеннета Копленда хочет совершенно бесплатно выслать вам книгу о том, что с вами сейчас произошло. Замечательная книга и небольшой буклет. Адрес миссии Кеннета Копленда сейчас на вашем экране. Это служение хочет помочь вам возрастать и развиваться, чтобы вы становились теми, кем вы должны быть в Господе. Мы рады, что вы были сегодня с нами. Присоединяйтесь к нам завтра. А пока позвольте мне напомнить вам, что Иисус — Господь. Ещё до того, как волны обрушились на океанские берега, до того, как орлы начали парить над вершинами гор, Он знал тебя. Он соткал тебя в чреве матери. Он был рядом, когда ты родился. Его сердце возрадовалось, когда он впервые услышал твой смех. Для него нет ничего более драгоценного. Он не мог найти ничего более дорогого. Он не видит ничего красивее, чем ты. Он видит каждую клеточку твоего тела. Он знает число волосинок на твоей голове. Он знает каждое желание твоего сердца. ты его возлюбленный. Ты его возлюбленный. Сотни лет он желал знать тебя. Он никогда не оставит тебя. он никогда не покинет тебя. Он заплатил самую высокую цену, чтобы ты был свободен. он достоин. Бог достоин того. Завтра на передаче «Победоносный голос верующего». Сомнение — это то, что могло это испортить. Сомнение — это то, что могло помешать нашему исповеданию осуществиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok